Около месяца тому назад на нашем канале вышел ролик, в котором мы разбирали потенциальный проект от команды Smoke, которая еще не так давно занималась патчами для серии про Evolution Soccer. Теперь же они вовсю заняты своим проектом, который называется SP Football Life. Октябрь уже прошел, ноябрь на календаре, и наконец-таки свет увидела первая версия данного проекта. Вашему вниманию предоставляется проект от команды Smoke SP Football Life. Что это, с чем его едят, стоит ли он вашего внимания, разбираемся в этом видео. Как и всегда, не забывайте про лайки, в комментариях жду ваше мнение, если вы уже успели опробовать. Ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком. Ладно, я не буду таять интригу, думаю вы и сами все понимаете, что это далеко не отдельный футбольный симулятор, а просто пиратская версия про Evolution Soccer 2021. Просто суть в том, что она чуть более доступна, нежели другие патчи для 21 части, потому что большинство из них идут только на лицензионную версию игры, которую уже просто так сейчас не получишь. Нежели проект от команды Smoke. Его может качать любой желающий, поставить на свой компьютер, и он будет вполне исправно работать, если, конечно, 21 часть идет на вашем компьютере. И что же это за проект такой? Опять же, это 21 часть про Evolution Soccer, которая немножко видоизменилась. Изменилось меню, цвет меню, изменилось ТВ оформление у стандартных матчей, изменилась база данных. Но по сути это все та же самая песка, только под другой оберткой. Стоит отметить, что это самая первая версия данного проекта, и очевидно, что она еще на самом деле пустая. Ну и так же, как и с патчем Smoke, для этой игры, для этого проекта придется докачивать контент отдельно. То есть фейсы, стадионы, какая-то прочая графика, все это будет идти отдельно от патча, который на самом деле весит не так уж и много. Поэтому трудно выделить какие-то особенности у этого проекта. Ну что, отличная здесь база данных, потому что трансферы более чем актуальные, возможно пропустили пару-тройку игроков, потому что, опять же, не до конца это все доведено до ума. Но, тем не менее, составы более чем актуальные на сезон 22-23. Не обделили вниманием и нашу лигу, там составы также актуальные, минифейсы почти у всех игроков правильные, состав участников также правильный. И, в принципе, из плюсов данного патча, тире проекта, в принципе, и все. Все, фейсов здесь как таковых нет, ни стандартных, ни каких-то добавленных. То есть даже игроки, у которых были фейсы в 21-й части PS, они пропали. Придется докачивать отдельно, в недалеком будущем. Большинство комплектов форм у клубов также не совсем актуальные, не совсем правильные. Конечно, у топовых клубов наподобие Арсенала, Челси, Барселоны, Реала, они более чем правильные, актуальные, хотя немножко тоже корявые. Ну, у всех остальных, у той же РПЛ, МЛС, либо старые комплекты, либо просто как-то неправильно что-ли сделаны, я не знаю. Конечно, отсутствуют стадионы, отсутствует какая-либо графика, хотя тоже самое ТВ-оформление для некоторых топовых чемпионатов присутствует. Но, опять же, это проект от Смоук, то есть здесь все придется докачивать отдельно, поэтому оригинальная версия, она более чем пустая. Карьеры никак не обновлены, то есть это все та же карьера из 21 части, те же катсцены, разве что начинается в 22 году, то есть более чем актуальная по времени. Ну и на этом, в принципе, и все. Если вам захочется опробовать этот проект лично, то давайте я расскажу, как его вам поставить. В описании под этим роликом будет ссылка на скачивание данного проекта, то есть оригинальная ссылка на оригинальный сайт, мотаете его прямо донизу, и там будет отдельная вкладка с ссылками на скачивание. Вам будет представлено на выбор два файла обменника. В частности, Mediafire и Mega. Скачивайте все 8 часей архива и, как всегда, распаковывайте самый первый, остальные архивы распакуются автоматически. Перед вами возникнет небольшой установщик, который вы запускаете от имени администратора. Убирайте папку, в которую собираетесь установить игру, она, в принципе, роли не имеет, можете установить хоть на диск С, хоть на диск Д, без разницы. Прожимаете оставшиеся клавиши на экзешнике, и после этого ждете, пока установка завершится. После того, как она закончится, в принципе, все. Игра-патч поставлен, то есть больше от вас ничего не требуется. Запускаете через экзешнике, который выскочил на рабочем столе от имени администратора. После чего начинаете свое знакомство с данным проектом. Как я говорил чуть ранее, трудно сказать что-либо про этот проект, про контент, содержание этого проекта от команды Smoke, потому что оно, по сути, еще пустое. Как таковые аддоны для этого проекта, а еще они не добавлены. Контент, который предназначен для патча Smoke, встает на эту игру, скажем так, криво. Либо не встает совсем, либо, опять же, криво и не совсем правильно. Реальные фейсы, стадионы, прочая графика для SP и Football Life еще недоступна, но я думаю, что это исправится со временем. А поэтому к этому проекту будет интересно вернуться через какое-то время. Сейчас же это не более чем интересный эксперимент и, в целом, неплохая затравка на будущее. Потому что, как и всегда, у команды Smoke крайне интересная база данных и, в целом, актуальные трансферы, актуальный состав участников в лигах и турнирах, оно это подтверждает. Поэтому, как для этой игры выйдет дополнительный контент, возможно, мы еще к нему вернемся. Но ваше же мнение, дорогие друзья, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Как вам этот проект, успели ли вы его заценить или будете ждать аддонов, которые добавят всю необходимую графику? Пишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если оно показалось вам интересным или полезным. Ну и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, удачи с установкой и приятной игры. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok